Строят парк в полуметре от жилого дома. Его дорожки соприкасаются со стенами, а выходить из подъезда жильцам приходится прямо в грязь, ведь двор превратился в стройку. Дом номер 26 на улице Новослободской должны были снести еще в конце сентября, однако сделать этого не могут. Одна из восьми квартир оказалась муниципальной. По закону ее жильцам должны выдать новую. На процесс затянулся. Зато стройку останавливать никто не собирается. Они снесли дерево и начали выкорчевывать пеньки. Я подошла к трактористу и говорю, понимаете, что корни этого пенька идут вот прямо под домом. И вы сейчас будете выкорчевывать, вы повредите дом. А дом деревянный и он без фундамента. Он мне говорит, ну у вас вот этот вот подъезд, он уже говорит, тут никто не живет, поэтому давайте, говорит, ну вот сейчас вот, говорит, вас же не трогаем. Вот, сейчас отключим коммуникации и снесем часть дома. Наталья на девятом месяце беременности, она боится, что дом могут повредить или и вовсе поджечь, ведь он деревянный. Его построили как временное жилье еще в 1910-х годах для поискового войска, проходившего мимо Рязани. В 2013 году его признали аварийным. Сейчас из восьми квартир с жилыми остались лишь две. Соседи Натальи сверху оформляют документы на новое жилье, а вот женщине просто не выдают квартиру. 8 числа с утра я проснулась от того, что они из-под дома вытаскивали бетонные плиты. То есть вот прямо вот с торца дома они вот здесь вытаскивали большие бетонные плиты. Естественно, я вышла, я начала ругаться. Трактор стоял своими большими колесами на бордюре. Я говорю, вот сейчас одно неловкое движение, он с бордюра съедет, вот такое вот расстояние от дома. Я говорю, и он ковшом врежется прямо в дом. Дом насыпной, без фундамента. Стоит отметить, что на улице Новослободской раньше было шесть одинаковых домов. Четыре из них уже снесли. Остался дом Натальи, изгоревший. Его жильцов расселили в маневренный фонд и забыли. По словам девушки, квартиры они не могут получить уже около десяти лет. Поэтому подобный вариант она для себя не рассматривает. А вот благоустройство парка идет вовсю. Оно уже окружило дом. То говорили на Шереметьевское, потом говорили на Песочинское. И в общем, мы уже согласны, в принципе, на любой район. Вы только дайте нам отсюда уехать нормально. Срок передачи, включая от новой квартиры Натальи, переносили уже несколько раз. По последним данным, недвижимость находится на стадии оформления документов. Ключи от нее должны выдать Натальи на этой неделе. Мы следим за развитием ситуации. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».